Приветствую вас на канале MAF Инструкции. В этом видео я покажу как выставить NFT на продажу в OpenSea. Кроме того, я настрою коллекцию, отправлю ее на проверку и объясню, зачем это делать. В прошлом видео я начал работу с OpenSea, создав NFT с логотипом MAF. Если еще не видели, то рекомендую посмотреть. Сейчас этот токен доступен только по прямой ссылке, которую мы видим в адресной строке или можем скопировать, нажав Copy URL. Его нет в каталогах сайта, цена не указана, а покупатели могут сами сделать нам предложение, нажав на Offers. Это потому, что наша коллекция еще не подтверждена, а токен не выставлен на продажу. Сегодня я это исправлю, размещу токен на продажу и отправлю коллекцию на проверку. Прежде чем выставлять токен на продажу, стоит настроить коллекцию, потому что от некоторых настрой коллекции будут зависеть и условия продажи. Для этого перехожу на страницу своей коллекции, просто кликаю на название. Заходим на страницу Manage. И открываем расширенные настройки с помощью кнопки Edit. Иногда в процессе работы нам предлагают поставить подпись. Так OpenSea идентифицирует пользователей. За эту операцию никаких средств списываться не будет, просто нажимаем подписать. В прошлый раз при создании коллекции мы указали только логотип и название. Давайте займемся остальным. Это изображение будет использоваться для показа коллекции на домашней странице, страницах категории и в других рекламных местах OpenSea. Рекомендуется использовать разрешение 600 на 400. Я заранее подготовил вот эту картинку. Ссылка на коллекцию формируется автоматически, но ее можно изменить. Должны содержаться только строчные буквы, цифры и дефисы. Я оставлю как есть. Description – это описание коллекции. Поле может включать в себя до 1000 символов. Как и при создании NFT, здесь поддерживается синтаксис Markdown. Я вставлю сюда описание из нашей группы в Facebook. Далее идет раздел ссылок. Сюда можно добавить веб-сайт, сервер в Discord, в Twitter, блог в Medium или канал в Telegram. Я добавлю ссылку на сайт maf.io и страницы в Twitter и Telegram. Комиссия. Сам сервис забирает 2,5% от каждой успешной продажи. Автор произведения тоже может получить процент с последующих продаж своего произведения. Эту комиссию также называют Royalty. Например, если OpenSea берет 2,5%, а мы устанавливаем 10%, то общая комиссия составит 12,5% от окончательной цены продажи. 10% – это максимальный размер Royalty. Эта сумма выплачивается на кошелек автора раз в 2 недели. Я введу сюда адрес нашего дизайнера, а комиссию оставлю 10%. Payment Tokens. По умолчанию установлены эфир, завернутый эфир, DAI и USDC. Но можно использовать и любой токен стандарта ERC20. Если не находите нужный токен в списке, можно заполнить форму и разработчики OpenSea включат его. Токены по умолчанию меня устраивают, поэтому я оставлю все без изменения. Далее можно выбрать способ того, как будут отображаться предметы в нашей коллекции. Padded рекомендуется для картинок с прозрачным фоном. Contained выбрать по умолчанию, потому что он подходит для не квадратных изображений. Его я оставлю. А Covered можно выбрать, если у нас квадратные изображения. Далее разработчики OpenSea предусмотрели возможность, чтобы управлять коллекцией могли несколько человек. Но пока, чтобы добавить сюда пользователей, нужно написать в поддержку в Дискорде. Кстати, там есть даже русский чат. И наконец последний пункт. Здесь всего один переключатель. Если его включить, то при сохранении коллекция отправится на рассмотрение. Но пока он серый и не работает. Выше написано почему. Перед отправкой нужно установить логотип, баннер, ссылки, то что мы сделали выше. Но еще нужно выставить хотя бы один предмет на продажу. Этим мы сейчас и займемся. А пока сохраним изменения и вернемся сюда позже. Снова открываем наш NFT, либо на странице мой аккаунт, либо в моей коллекции. Находим синюю кнопку Sell в правом верхнем углу и нажимаем на нее. Здесь есть три метода продажи. По установленной цене, на аукционе и несколько товаров сразу. Я воспользуюсь первым методом, но для начала расскажу об остальных. Возможно, они вам подойдут больше. Bundle – это функция, которая позволит выставить на продажу несколько предметов одновременно. Я попадаю на свою страницу и просто ставлю галочки на предметы, которые я хочу продать. Затем нажимаю Sell, чтобы продать. Далее все установленные настройки продажи будут применяться не для одного токена, а для всего комплекта. Тот, кто купит этот комплект, получит все предметы из него. Таким образом, можно группировать до 30 NFT, чтобы платить за отправление только один раз. Highest bid – это аукцион. Устанавливаете минимальную ставку, начальную цену и время, которое будет проходить аукцион. Когда время подойдет к концу, ваш NFT автоматически получит тот, кто предложил наибольшую цену. Если не будет ставок, равных или превышающих начальную цену, то аукцион завершится без продажи. Начальная цена должна быть не менее одного эфира, иначе аукцион просто нельзя создать. Set price – это установка фиксированной цены. Здесь можно устанавливать любую цену, даже 0. Тем не менее, ставить слишком низкую цену тоже невыгодно. Чтобы не оказаться в минусе, важно знать, из чего складывается стоимость NFT и комиссия за продажу. Любая покупка подразумевает, что NFT с кошелька продавца отправится на кошелек покупателю. За это, как и за любую транзакцию в сети Ethereum, нужно будет заплатить комиссию. Комиссия в блокчейне Ethereum никакого отношения к комиссии внутри сервиса не имеет. Считайте, что это отдельная цена за услугу курьерской доставки. Так вот, в некоторых случаях оплатить отправку нужно будет покупателю, а в некоторых – продавцу. Давайте откроем любую работу в OpenSeer. Нажимаем Browse и выбираем первую попавшуюся. Первый способ – это покупатель может купить работу сразу, нажав на кнопку Buy Now. Тогда стоимость отправки оплатит он. Второй способ – покупатель может сделать свое предложение. Для этого он нажимает Make Offers. В этом случае средства на его счету резервируются, а оплачивать отправление нужно будет продавцу. Сейчас транзакция в Ethereum обходится примерно в 40 долларов. Эту сумму нужно будет иметь на кошельке MetaMask, чтобы оплатить отправку. Как только вы отправите NFT, вы получите плату от покупателя. Поэтому если продать свою работу по предложению за 30 долларов, то вы просто потеряете 10 и ничего не заработаете. А если эфира на вашем кошельке MetaMask нет, то и принять такое предложение вы не сможете. Поэтому сейчас я как раз выставляю товар на продажу по фиксированной цене. Чтобы платить за транзакцию пришлось не мне, а покупателю. Рассмотрим каждое поле. Price. Здесь устанавливаем цену в нужной криптовалюте. Сейчас одна транзакция стоит 0,02 эфириума примерно. Вряд ли покупатель захочет токен, который стоит дешевле, чем его отправка. Поэтому лучше ставить цену все равно выше. Я поставлю цену 0,06 эфириума. Далее. Ending Price. Если включить эту функцию, то предыдущее поле станет называться Стартовая цена. Появится возможность установить конечную цену. Например, если я выставлю 3 дня, то цена будет равномерно снижаться в течение этого времени до 0,05 эфириума. Я эту функцию ставлю у себя выключенной. Дальше можно запланировать публикацию объявления, чтобы его можно было купить только в будущем. Мне это тоже пока не надо. И что касается последнего переключателя. По умолчанию наш NFT может купить любой человек. Но если включить эту функцию, то купить сможет только тот, чей адрес мы укажем. Например, можно выставить цену 0 с помощью данной функции и передать токен своему другу. Сейчас мне это тоже не нужно. Теперь стоит обратить внимание на Bounties. Это вознаграждение, которое получает за приглашение новых пользователей. Легче сразу объяснить, что это такое на примере. Я могу пригласить на OpenSea своего друга по уникальной ссылке. Если он зарегистрируется по ней, то с каждой его покупки я буду получать процент. Для каждого товара можно выставить свой процент от 1 до 2,5. Это не будет дополнительной комиссией. OpenSea всегда удерживает 2,5%. Здесь нам просто предлагают выбрать, какая часть от 2,5% будет отправлена по реферальной программе, а какая останется у OpenSea. Вот я меняю размер Bounties, а итоговый размер комиссии остается прежним. Узнать свою реферальную ссылку можно нажав на Learn More. Здесь нужно перейти во вкладку Referrals и скопировать ее. Свою ссылку я оставлю в описании. Если видео кажется полезным для вас, можете перейти по ней. Итак, мы разобрали все настройки. Я выставил нужный мне и теперь могу нажать на кнопку Post Your Listing. Но для начала объясню, что сейчас произойдет. Почему разработчики OpenSea говорят, что выставление на продажу почти бесплатное? Что означает это почти? Ниже есть инструкция. Я переведу ее с помощью Google Translate, чтобы вы тоже могли ее прочитать. Дело в том, что OpenSea децентрализован, а значит работает иначе, чем обычные маркетплейсы. Сервис не собирает деньги с покупателей и товары с продавцов. Сделка гарантируется смарт-контрактом. Если вы ранее ничего не продавали на OpenSea, то смарт-контракта нет. Его нужно создать. Для этого нужно совершить две нулевые транзакции. Они хоть и нулевые, но комиссию за них нужно будет заплатить. Сделать это нужно будет только один раз. Ваш личный смарт-контракт будет создан. И в следующий раз выставлять NFT на продажу можно будет уже бесплатно. Итак, нажимаем «Post your listing». Видим, что у нас OpenSea запрашивает оплату комиссии. Можем нажать «Edit» и выбрать комиссию поменьше, но транзакция будет происходить дольше. Нажимаем «Сохранить» и «Подтвердить». Сейчас нам нужно подождать примерно минуту, пока транзакция подтверждается. Все, пришло оповещение, что транзакция подтвердилась. Как обычно, ставим подпись. Автоматически попадаем на страницу нашего NFT и видим, что цена на него появилась. Ниже есть «Trading History» и видим, что произошло событие. Называется «Listing». Наш токен выставлен на продажу. Ранее я создал еще один NFT с иллюстрацией к самой первой статье на сайте MAF. Сейчас я выставлю его тоже на продажу, чтобы убедиться, что теперь это бесплатно. Нажимаю «Sell». Выставляю цену. И нажимаю «Post your listing». Теперь нам нужно только подписать. Ничего списываться с нашего кошелька MetaMask не будет. Теперь, когда я выставил предмет на продажу, осталось последнее условие для отправки коллекции на проверку. Снова открываю свою коллекцию. И здесь нужно загрузить шапку. Я буду использовать ту же, что ранее загружал для баннера, но они могут быть разными. Можем вернуться к настройкам коллекции. Нажимаем «Edit». Сразу листаем вниз. И видим, что переключатель «Submit for Review» теперь работает. Значит, все условия выполнены. Чтобы коллекцию одобрили, все работы в ней должны быть оригинальными. OpenSea это проверяет. Кроме того, чтобы повысить вероятность одобрения, в блоге OpenSea рекомендуют поделиться прямой ссылкой на свою коллекцию в Twitter и упомянуть их аккаунт. В описании к этому видео тоже будет ссылка на коллекцию. Нажимаем «Submit for Review» и теперь остается подождать несколько дней и наша работа будет доступна в поиске, а предупреждение исчезнет. Итак, в этом видео я показал, как настроить коллекцию, выставить NFT на продажу и отправить коллекцию на рассмотрение. Если инструкция оказалась полезной, ставьте лайк. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. И так далее. 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 Продолжение следует...